Эй, там снаружи горит машина! Идём, заценим! Хватайте выпивку! Любопытненько! Та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-дари... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин, и сегодня я бы хотел поделиться своим негодованием касательно финала «Бестыжих». БЕСТЫЖИЕ! Ну и, само собой, предупрежу, будут спойлеры. Итак, 11 апреля вышел финальный, заключительный и бесповоротно завершающий эпизод сериала «Бестыжие», о которых я уже говорил вот в этом обзоре. И, мягко скажем, он вышел открытым. Пожалуй, это самое точное его описание. Но что такое открытый финал? Это завершение истории без однозначного ответа о судьбе героев. И да, финал «Бестыжих» подходит под это описание. Но, как ни крути, хоть и открытый, но это всё же должен быть финал, закрывающий большую часть вопросов и поднятых тем. Как, например, в той же «Клинике». Не беря в расчёт девятый сезон, кто-то уволился, кто-то, наконец, остался вместе, ну а кто-то сам себе признался в чувствах к другому. И при этом, хоть финал открытый, так как герой всё равно продолжит жить своей жизнью, нет никаких клиффхенгеров и явно открытых вопросов, ответы на которые могут кардинально всё изменить. В «Бестыжих» же, по заявлению продюсера сериала Джона Уэллса, он любит открытые концовки, чтобы зрители сами додумывали. Но при этом он оставил поднятыми кучу сюжетно-важных вопросов, от которых напрямую зависит судьба героев. Не знаю, зачем так было делать, может, он рассчитывал на 12 сезон, а может, ещё почему. Но вот некоторые вопросы, от ответа на которые, как по мне, зависит дальнейшая судьба героев. Сразу опустим вопрос с Фионой. Актриса должна была появиться в финале сезона, но из-за ограничений она не смогла добраться до места съёмок. И, по задумке автора, она живёт во Флориде и работает в Дисней Уорлд. Ладно, её судьба ясна. Дальше. Беременна ли Тэмми? Она говорит, что, похоже, беременна, но теста нам так и не показали. Кажется, я снова беременна. Это как? Если она беременна, то что они решат с Липом? Оставить ребёнка или нет? До конца эпизода Лип так и не принял окончательное решение. Тэмми, похоже, снова беременна. Кажется, ты не очень рад. Год выдался, тяжкий. Так же, как и не принял решение, продавать дом или нет. Да, ему сделали предложение на относительно небольшую сумму. У него только 75 штук. Мало. Он посчитал, сколько выйдет на каждого, но ответа нет. Мы продаем? Сам решай. Дальше Дебби и Хайди. Вообще, зачем было выводить Сэнди, к которой мы уже с горем пополам привыкли, и вбрасывать абсолютно нового персонажа. И даже наделять его какой-никакой предысторией. Всего на полтора эпизода. Как сложится их жизнь, при условии, что Хайди пи***ц какая непостоянная. Да и с ребёнком такую особу оставлять тоже опасно. Сэнди, как по мне, была куда лучшим вариантом. Непонятно, зачем её убрали. Да, и возвращаясь к клипу. Если он продаст дом, то где Дебби будет жить с ребёнком, непонятно, так как она так и не нашла себе жильё. И будет ли Хайди рядом, так же непонятно. Дальше. Как уживётся Микки в мире хипстеров? При том, что он всячески бежит оттуда. Слушай, я туда не вписываюсь. Как и я. Но я хочу попытаться. Этим мы с тобой отличаемся. Следующий. Что будет с работой Карла? Он так и останется контролёром? Или должна была развиться тема, которую накинул напарника баре Копов в Алиби? Не дай им продать это место. Не могу. Я тоже буду скучать. Был бы крутой бар для Копов. Знаешь и правда. Да и что случится с самим Алиби? Вероника так и не дала добро на продажу, оставаясь в раздумьях. Вы что, уже продали? Поступило предложение, как-то маловато. Можем подумать, несколько дней соглашаться ли. Столько я увидел сюжетно важных вопросов, которые остались висеть в воздухе. Если вы задались ещё какими-то вопросами, то пишите в комментариях. По сути, нормальный финал получили только Лиэм и Фрэнк. Фрэнк понятно почему. Он всю жизнь бухал и употреблял, что нельзя. И это довело до логического итога. Лиэм же, если Ли продаст дом, то будет жить с ним и Тэмми. В общем, мы с Тэмми поговорили и... Мы хотим, чтобы ты жил с нами. Ну а если не продаст, то в своём доме. И снова же всё опирается в сюжет на важный вопрос. И я не понимаю, почему нельзя всё это было подвести к какому-то логическому завершению. Вместо этого вбрасывая какие-то новые детали, которые так и останутся не у дел. Хорошо, а не хотели, чтобы мы додумали? Сейчас я попробую рассказать, каким я вижу финал истории после финального эпизода, отталкиваясь от характеров героев. И да, это только моё личное видение. И вы можете быть с ним абсолютно не согласны. Бесстыжие. Фан-фан финал. Итак, Лип и Тэмми решают сделать аборт, понимая, что сейчас они не потянут второго ребёнка. Также Лип продаёт дом и вместе с Тэмми и Лиэмом они переезжают в небольшую уютную квартирку. Дебби и Хайди также переезжают в какую-то лачугу. Иен и Микки по-прежнему живут в хипстерском районе. И хотя поначалу Микки тяжело даётся сон без сирены пальбы, но с горем пополам он привыкает и вскоре устраивается в охранное бюро. А Иен начинает работу фитнес-тренером. Также ребята, чтобы проверить свои способности к ответственности, заводят щенка Пуделя. Ладно, шучу, какого нахрен Пуделя? Заводят щенка Питбуля. А Кевин и Вероника решают не терять культурное наследие и продают в рассрочку бар Карлу. Сами Ви и Кеф также переезжают. Карл, дабы не заморачиваться, живёт прямо в баре. И поначалу всё идёт в упадок, так как он не может справиться с бухгалтерией. Но на связь выходит его подружка, любящая без защиты. И она помогает ему с финансовой частью работы. Бар для копов расцветает. И она признаётся, что Карл всё-таки отец ребёнка. И поднакопив немного деньжат, ребята также организуют себе жильё. Вероника, как и планировалось, устраивается на государственную должность. А Кевин работает барменом. И то и дело слышит, что у молодёжи ломаются то их скутеры, то прочая техника. И он зовёт на помощь Липа. Тот, чиня одну за другой поломки на дому заказчика. Поднимает нормальные деньги и снимает гараж. Где организует свою небольшую мастерскую. Куда подтягивает Брэда. И немного погодя, маленькая мастерская становится полноценным ремонтным центром. Хайди на пьяную голову заваливается в алиби Карла. Открывает огонь и в ходе перестрелки убито два копа. Но её всё же вяжут и судят по всей строгости. Дебби просит помощи у Карла, но тот отказывается. Как в целях спасения сестры от психички, так и потому, что он контролёр. И больше не имеет тех полномочий, что были раньше. Дебби, само собой, злится на Карла, но спустя какое-то время решает простить. И вновь, придя в бар, знакомится с симпатичной полицейской мадам. С которой у них завязываются полноценные отношения, вплоть до свадьбы. Центр по ремонту Липа приносит неплохой доход и он покупает дом. Куда зовёт всю семью на ужин на новоселье. Туда же приезжает и Фиона. Радостное застолье начинается с того, что все поднимают тост за Фрэнка. С любовью посылая его нахуй. После чего Йен и Микки объявляют, что подали документы на усыновление. А Лиам распечатывает конверт, в котором говорится, что его приняли в престижный колледж. Но и это ещё не всё. Тэмми просит минуточку внимания и показывает положительный тест на беременность. Бестыжие. Фан-фан финал. Вот так я вижу конец бесстыжих. А не оборванное нечто, больше напоминающее межсезонный перерыв, нежели открытый финал. Но знаете, я даже могу простить Джону такой конец. Конечно, если это не было ленью, то это можно понять как банальное истощение идей. Конечно, он может защищаться тем, что любит открытые финалы и всё в этом духе. Но блин, я так думаю, что многим понятно, создание 11 сезонов увлекательных историй могут изрядно высушить колодец идей. И по итогу останется то, что мы увидели. Плохо это или хорошо решать только вам. Также, если у вас есть свои идеи по завершению сериала, то обязательно пишите их в комментариях. Ну и напишите, как вам мой финал. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то не поскупитесь на свой бесстыжий лайк и подписку. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Время – ценный ресурс. Не тратьте его на всякую херню. И наслаждайтесь жизнью.